Что закончилась сессия, посвященная развитию возможностей для электронных пожертвований и приемов коммерческими организациями. Практически все выступающие говорили о новых обожиданиях от принятия новых законов, которые сейчас как раз все ждут, чтобы начнут работать. И они касаются как раз таких технических вопросов платежных систем, создания национальной платежной системы. Но с другой стороны, достаточно интересен был опыт того, как уже подобные законы действовали на территории других стран. Достаточно интересен был в Великобритании, где, как ни странно, тоже только год-два с 2009 года заработал и такой понятный для населения единый номер, например, для того, чтобы перечислять смс. Пока в России у нас есть короткие номера, но все они коммерческие и это достаточно такая, наверное, нелогичная история. И вот введение таких единых номеров – это хорошая возможность, которая вот и так давно стала работать и за рубежом, соответственно, может быть и у нас. Кроме этого, сейчас не совсем понятно, насколько детально, какие налоги платятся, какие не платятся при переводе не только смс, но и, например, денег, лежащих на счетах операторов, либо через терминалы, перечисляемых некоммерческим организациям. Вот есть ожидание, что с конца этого года, с начала следующего года, вот какие-то такие непроговоренные, вот немножко такие вот вещи, которые, ну, непроявленные, что ли, законодательные, будут более учтены, более прозрачны, более понятны. Что, соответственно, позволит большему количеству общественных организаций пользоваться услугами электронных платежей. Продолжение следует...